Вчера в Донецке в Центре славянской культуры состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного республиканского конкурса «Человек года». Диплом и денежный сертификат вручили двум жителям Большого Харциска. Почетного звания были удостоены харцизянин Александр Осташенко и зуевчанин Владимир Выгонный. Уже третий год подряд правительство республики чествует граждан, которые своими достижениями в различных сферах жизни внесли существенный вклад в развитие государства. На этот раз комиссия определяла лауреатов в 18 номинациях. Это работники сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, правоохранительных структур, коммунальщики, журналисты, экологи, общественные деятели, предприниматели. Все мы знаем, что главным богатством Донбасса были и остаются, конечно же, люди. И республиканский конкурс «Человека года» – это действительно особенное событие, потому что помогает выявить с одной стороны, а с другой стороны получить высшую награду, выйти на эту сцену. Это действительно большое достижение, это признание, наверное, тех достижений по разным направлениям, и это весьма-весьма значимо. Это, конечно же, говорит еще о чем. Несмотря на то, что на сцену выйдут люди из разных городов, разных профессий, но и всех объединяет активная гражданская позиция, профессионализм и действительно истинное служение республике. Заслуженные награды победителям конкурса вручали глава ДНР Денис Пушилин, председатель Народного совета республики Владимир Бедевко, руководитель Центрального исполкома общественного движения Донецкая республика Алексей Муратов. В номинации «За достижения в сфере физической культуры и спорта Человеком года» признан тренер-преподаватель по военно-спортивному многоборью 1-й Харцезской детско-юношеской спортивной школы Александр Асташенко, а в номинации «За достижения в сфере экологии» известный зуевский общественник и эколог Владимир Выгонный.